Это видео двухнедельной давности. Водителя, сбившего женщину на пешеходном переходе, берут под стражу. Он был пьян и теперь ему грозит до 12 лет тюрьмы. А еще за последние несколько недель была смерть вратаря главной хоккейной команды региона и гибель семьи из четырех человек. За рулем тоже были нетрезвые водители. У нас Игорь Константинович никогда водительское удостоверение не получал, не имеет он права управления. Сейчас в вашем присутствии от управления транспортным средством он отстраняется. А этот человек задержан в ходе сплошной проверки. Он оказался не только без прав, но и под шофе. Что они вам говорят, когда останавливаете? Почему сели за руль пьяными? Была необходимость. Один водитель сказал, что у него друг в тяжелом состоянии. Нужно было поехать проведать его. Другие. Ну так получилось. Многие из тех, кого задержали, отказались от медицинского освидетельствования. Но ответственности им теперь не избежать. Пьянство за рулем грозит штрафом в 30 тысяч рублей и лишением возможности управлять машиной на срок от полутора до двух лет. Правда, существующее наказание сейчас мало кого пугает, говорят автоинспекторы и приводят статистику. За 9 месяцев этого года водителей, которые садятся за руль пьяными, задержано полторы тысячи. И цифры, как ни печально, только растут. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком.